всем привет привет-привет девочки давно не виделись будем сегодня с вами дизайнерить я пока чуть-чуть готовлюсь я уже начала покрывать типсочки привет самара привет хочу вам показать классную гель-краску на элеку открыл для себя ее совсем недавно на выставке была ой машенька привет привет оксана такие гель-красочки на реку вот эта гель-краска для летя причем даже в леди прекрасно делает печатание вот это белая гель-краска на элека она без дисперсионного слоя а вот так вот я сегодня вышла вам перископ показать вот такой дизайн кому интересно оставайтесь с нами мы порисуем вот такое лицо поделаем вот такой дизайн я вчера это делала на коротких ногтях клиенту спасибо девочки у нас днем рождения да завтра будет у меня вот все уже знают ты глянь а делаю покрытие видите какая плотная у нас вот это вот гель-красочка на девчонки сейчас на базе сидят пилят я решила пока не самостоятельно все это делают выйти к вам поделиться информации спасибо девочки спасибо вот видите в один слой и в этой гель-красочки не будет никакого до видели дизайн ну вот девчонки тоже просили но я решила выйти к вам показать я сейчас отправляю полимеризоваться наш спасибо девочки полимеризоваться в лампу привет также я сегодня вам покажу конечно же волшебную кисть вот юли белей кто еще с ней не знаком ей ведь уже успела поработать это кисть улыбка для меня это просто находка потому что я красочка вот такая очень классная недорогая более того скажу привет беларусь вот такая у нас кисточка ей тоже сделаю френчик сейчас прям сделаю девчонки френч я здесь подготовила типсу единственное что это гель-краска подходит для смоделированных ногтей вот так как я работаю на типсах поэтому привет близи поэтому я просто полупрозрачным таким покрыла вот и буду делать френч вот этой вот волшебной юлечкиной кистью она реально волшебная не офигенная синтетика 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 просто супер и ей очень удобно делать френч я не любитель рисованного френча поэтому для меня это просто волшебная находка такая кисточка я ее сейчас чуть-чуть искупаю в базе надеюсь ни у кого там не висит особо сильно если висит перезаходите девчонки еще сердечки летят да так я сейчас беру белую гель-красочку и немножечко на палитру ее выкладываю чтобы сделать нам красивый красивый френч спасибо видно переворачиваю кисточку и с другой стороны все френч готов представляете как легко это вот как раз специальная кисточка от юли белей я сделаю чуть-чуть пошире чтобы как раз дизайн тоже сделать девчонки вот я вам очень советую вообще все кисти юлины но улыбка это конечно фантастическое заказать ну не знаю в интернете поищите у нас пока нету но я думаю мы тоже завезем себе эту чудо волшебную кисточку вот так вот быстро и легко все нет пока нету но будет я думаю и отправляю сушиться второй слой даже не буду на кисть юли белей все правильно вот вот она кисточка зипсмайл семерка от юли белей вот такая вот развала не можно покажу дизайн как рисовать да который на моих ногтях в общем-то для этого мы с вами здесь собрались вот я подготовила три типсы одну буду рисовать на одной типсе буду рисовать лицо на второй типсе буду рисовать вот на одной нарисую лицо на другой просто дизайн да вот такой дополнительный и на френче тоже нарисую дизайн вот у меня уже белый гель краской покрыта она без дисперсионного слоя на или к красочкам очень классная поэтому тоже прям рекомендую недорогая красивая очень гель краска итак но у меня тоже немножечко сработанная палитра для я сейчас буду рисовать другая рука у меня девочки просто со стразами сваровский и такой потрясающий уникальный дизайн от ольги бессоновой здесь даже видите вот такой вот есть авторский подписанный ноготочек с матовым да сейчас мы нарисуем это личико тоже вот и вот олечка мне нарисовала на выставке вот такой потрясающий дизайн вот я с вами им тоже нет таким дизайном ольги бессонова поделится я думаю неоднократно делилась его тоже будете я думаю подписывайтесь на олю узнаваемы конечно поэтому подписывайтесь на олю вот вот к сожалению у нас попадаются не очень хорошие люди в трансляции мы от них избавляемся кому неинтересно с ногтями что-то связанное пожалуйста вот из нашей трансляции вот так теперь девочки что я делаю я готовлю для лица наш цвет я в ногтевом сервисе уже больше семи лет привет 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 в топку да все в топку я беру сейчас сначала вот такой канни геллочок он для френча предназначен полупрозрачный это будет как основа для нашего лица вот он кажется сейчас очень розовый на самом деле он не такой ярко розовый на ногте он достаточно прозрачный я к нему в пару беру вот такой бежевый оттенок номер 10 вот мне очень нравится гель-лайк канни я ничего против них не имею нет художественного нет у меня образования но я очень люблю учиться и рисовать в том числе вот привет привет спасибо девочки так я беру для лица сейчас еще у меня есть другие там оттенки которые мы поиспользуем с вами я окунула в базу для того чтобы она стала мягкая и гибкая я не мою в клинсерах вы знаете это все прекрасно да вот и потому что она порой лежит немножечко затвердевает и чтобы она не затвердевала я специально промываю в базе перерабатываю но опять же от излишек предыдущих цветов лишний раз вот ткани мне нравится в работе да да они укрывистые плотные цвета и плотные цвета меня они вполне устраивают желтый номер 1 это полупрозрачный но на прозрачной основе но на прозрачной основе вообще в этой технике лучше использовать гирилаки на прозрачной основе я взяла именно такие гирилаки да это китай фабрично у нас есть декларации соответствия что он безопасный этот продукт поэтому мы вполне себе с ним работаем я сейчас беру цвет наш вот этот полупрозрачный пастель нет не полосит прекрасно наносится у меня сейчас только из светлых вот такой оттенок не буду сейчас наносить некогда давайте другой раз об этом поговорим а вот смотрите я беру плотный бежевый вот этот оттенок и ввожу его в полупрозрачный чтобы получить такой вот нужный для лица телесный оттеночек а вот видно девочки не или мы повисли не повисли так отлично вот такой вот оттеночек и теперь я формирую формирую лицо которое мы будем делать сначала рисую это лицо сейчас я немножечко не вижу в кадр посмотрю рядом можно в полоборота немножечко сделать лицо это щечка подбородок конечно вот и полностью закрашиваю здравствуйте и полностью закрашиваю наше лицо где лоб там не очень важно у меня тут Настенька пилит рядом со мной поэтому немножко стол трясется извините ну ты пили пили так продолжай смотри ага да валик отжимай только оно уже здорово нет еще не здорово вот здесь важно нам нанести достаточно равномерно чтобы сильно ничего там не полосило для этого у нас сейчас полупрозрачный оттенок он хорошо растекается все вот я сформировала овал лица в данный момент и отправляю подфиксироваться в лампу у меня сейчас были использованы вот девяносто шестой это вот этот полупрозрачный оттенок и десяточка который более плотный хорошо запись да ну сутки останется а потом может быть на сайт к себе выгрузим теперь мне нужен коричневый оттенок для прорисовки намечания всяких разных спасибо девчонки за приглашенных вообще очень прям рада мне для этого понадобится я могу взять готовый фиоле поричневый оттенок а могу взять и создать его я думаю кто посещал трансляции Юли Белей по колористике для того не состоит труда это сделать ну вот так приглашает ну человечка нажимайте вот рядом где откуда сердечки летят там у вас выскочит там же и скрыть чат там же и пригласить я сейчас взяла темно-фиолетовый сто семьдесят шестой и беру желтый то есть это такие напротив стоящие оттенки которые дадут нам коричневый цвет вот и буду их смешивать спасибо девочки смешиваю их можно по отдельности больше желтого или больше сиреневого смотрите сами очень конечно не видно на камере именно оттенки этих гирлаков можно немножечко добавить вот этого полупрозрачного чтобы получил ну ближе к телесному такой пошел спасибо спасибо девочки я стараюсь чтобы вам было интересно поэтому мы сейчас очень поэтапно все разбираем чтобы вы смогли или хотя бы попробовали повторить что-то сделать вот у нас наше лицо я беру тонкой кисточкой и мне нужно сейчас наметить где будут наши глазки где будут у нас носик ротик и тени мы тоже будем делать этим оттеночком так фокусируемся вот здесь вот у нас будет такая дуга это будет у нас тут глазик на чем я смешиваю гель лайки я смешиваю привет привет оставим да это листочек из полипалитра есть такая штука прекрасная полипалитра она у нас есть в продаже вот таких размеров побольше есть вот таких размеров поменьше вот такие листочки они специально такой вот ну бумажки поработали выбросили глянцевые по типу как бумажка от формы ну мы с ними работаем итак я сейчас наметила глазик и намечаю второй глазик пока верхнюю часть только в медтехнике ну вот может быть там очень удобные так привет привет намечаю пока еще ничего не прорисовываю девочки пока я только намечаю лицо вот глазики наметила ну при желании можно там сразу обозначить где у нас будут зрачки глазики сами ну пока все у нас страшненько да у нас же не готова еще работа дальше намечаю носик тут вот будут такие ноздри я сильно не давлю на кисточку да у нас еще тут будут бровки все 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 будет намечаю носик соединяю между собой и делаю такую малюсенькую петелечку ноздри вот и небольшую линию изгиба носика вот так не знаю видно эту тонкость линии девочки очень сейчас не плотно лежит этот цвет пока мы только наметили видно хорошо теперь намечаю бровки ну мы их не делаем домиком да а делаем как сейчас это так фокусируется вторую бровь тоже наметила себе вот лицо у нас начинает появляться так дальше что мы делаем нам нужно наметить ротик вот 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 отсюда у нас пойдут губы да видите вот на одной линии вот здесь находится лицо в пол оборота у нас находится сейчас вот рисую небольшие губы можете улыбки сделать вот вот я наметила себе лицо каждый раз все это получается по-разному невозможно ну у меня по крайней мере не получается каждый раз повторить одно и то же лицо к сожалению вот сейчас мы пока только наметили да еще не очень у нас тут все красиво и отправляю в лампу немножечко немножечко подфиксироваться в это время пока я отправила в лампу я беру цвет наших вот этих прорисовок то есть коричневый оттенок и еще его делаю прозрачнее то есть у нас такой поближе поднесу вот так фокусируется вот видите здесь коричневый желтого фиолетового было и теперь вот этот смешала с коричневым получается такой коричнево прозрачноватый этим цветом мы будем прокладывать тени вот будем прокладывать тени так я достаю типсочку ну и вспоминаем где у нас могут быть тени здесь где носик как бы от носа тень идет всегда стараюсь немножечко растушевать эту линию вот легкое такое легкая тень у нас должна быть но вот есть здесь носиком и губами здесь складочки есть носогубные такие тоже мы их прорисовываем не очень ярко все девочки борются с носогутками всегда но рельефа если мы не сделаем даже минимально не получится нам же нужно сделать лицо максимально реалистичное дальше где подбородок фокуса нет где подбородок у нас я камеру смотрю у меня есть фокус вот еще настраиваю дальше запоминайте где тени лежат потом если что еще просмотрят и раз вот здесь у нас углубление есть такое где глазик дальше немножечко где нижнее веко тоже может быть сейчас толсто положила растушую спасибо девочки так растушую дальше я делаю сейчас вот эту вот скулу то есть тут тоже тень будет у нас падать куда обычно девочки румяна кладут то есть вот вот в эту часть тогда пониже растушевываю тоже вот эту тень хочешь садись рядом посмотришь вот волос как в таком виде у нас не будет здесь у нас будут стразы и все-все-все что такое лопаты ну они еще не допилины что что лопаты еще пилим пилим еще вот весь вот объем это там хамяка души так и немножечко мы можем сделать тень ну это мы еще доработаем потом вот здесь где височная часть ну как бы типа от волос у нас здесь такая часть на лоб всегда тоже идет тень по времени ну вы знаете я вчера рисовала клиентки у меня потратилось где-то минут двадцать на лицо само и где-то еще минут десять на общий дизайн но ногти были не такой длинны как у меня а короткие можете зайти посмотреть в инстаграме у меня выставленная эта работа на коротких ногтях не лавашек мой привет я забегала к тебе в трансляцию но убежала вот сейчас буквально несколько-несколько секунд фиксирую в это время ставлю на палитру рисую гель-лаками девчонки гель-лаками можете гель-красками ставлю такой маджентовый цвет тоже очень люблю такая длина моих но кто же их меряет я-то их не меряю вот не мерила их так возьму не топ а тоже этот розовенький цвет соскучилась но бассейнка сегодня забегала в гости у нас сегодня видишь корпоративка у нас так сложилась завтра день рождения у меня у нашей Олечки мастера нашей клиентки которая сейчас у нас делает ногти и у нашей ученицы Танечки которая с нами сейчас учится у нас такая в один день мюхи представляете я теперь беру вот этот вот розовенький и смешиваю его с маджентом у меня получается такой более светлый какой-то розово-фиолетовый оттенок который будет у меня типа румяна нет, я не из Москвы я с города Воронеж в Москве была недавно с курсами может быть, если еще пригласят еще поеду вот сюда о, заходи, Машу приветки на щечку мы будем класть вот этот вот наш цвет цвет румяна вот видите такой а здесь цвета могут быть немножечко такие ненастоящие вот если посмотреть у меня здесь и глаза фиолетовые и желтые и голубые растушевка идет и на носу чуть-чуть синего добавлял и на губах синие прорисовки вот, поэтому что-то такое футуристичное у нас, да? вот тоже аккуратненько растушевываю все это дело девчоночки если у вас будут вопросы вот именно по работе которую я сейчас делаю вы говорите пожалуйста давайте будем обсуждать вот такой у нас румянец появился уже на щечках щенулей ой, круто потискаем щенулю твою семя теперь беру этот же маджентовый и могу на губах немножечко сделать цвет делаю цвет я еще это буду конечно все прорисовывать аккуратными тонкими линиями я просушивала ну, когда щечки делала не просушивала я просто периодически немножечко подфиксирую в лампе прям буквально там 2-3 секунды у меня очень тонкие слои гель-лака и даже я сейчас работаю не в лампе а в обычном уэфе и у меня получается очень тоненько все поэтому очень-очень тонко поэтому очень быстро все полимеризуется прям тоже пару секунд просушиваю в это время я сейчас беру белую гель-красочку и кладу себе на палитру вот прям небольшое количество спасибо девочки подфиксировала теперь выбеляю так поближе вам вот так вот так ой-ой аккуратно выбеляю белки глазиков здесь вот в уголочках где у меня глазики они же должны у нас быть не телесного цвета так с одной стороны и с другой стороны здесь у меня только чуть-чуть очень прям с краешком моя ученица Катюша Работкина тоже очень хотела посмотреть лица вот это кусочек такой который вы в принципе можете хотя бы попробовать повторить вот спасибо луч приглашенных вот так как у меня тут как-то случайно так получилось приоткрытый такой ротик можно даже вот и вот в этом пробили между губками тоже сделать беленькие ну типа зубки такие вот кого рисуем мы никого не рисуем мы сами тут создаем какой-то такой дизайн это вот все по вот этой работе и то что на коротких ногтях я делала покажу как сделать нет на бумаге вы не нарисуете на бумаге только эскизы надо рисовать сразу на типсах потому что на бумаге этими же материалами вы не сможете вот мои контакты все предыдущие трансляции вот здесь на сайте azarova-res точка ру ну и всюду вот добавляйтесь пожалуйста то кому вдруг интересно продолжаем веточки дальше работать с вами что я делаю сейчас мне надо разукрасить глазики ну уже мы скоро заканчиваем с этой торговой маркой я не работаю я беру фиолетовый так как он будет у меня в композиции фиолетовый и начинаю раскрашивать наш глазик фиолетовый можно добавить даже мадженту сейчас пока только фиолетовый добавила маджентовый тоже добавлю пока она такая у нас пучеглазая девочка получается с такой выпученные глазики без ресниц базедовой болезни да тоже фиксирую у вас наверное тепло там на Курильских островах привет так зафиксировала прежде чем я буду рисовать ресницы и все все мне надо ей положить тени тени я могу сделать ну тоже какие-то вот желтые ввести так как у меня будет этот оттенок даже желтый сейчас расскажу один момент чтобы так не было чтобы не скажу куда гляжу сейчас подскажу вам желтый могу сюда добавить но она у нас такая волшебная в этом плане поэтому мы можем тут другие оттенки добавлять еще не совсем прям такие настоящие оттенки настоящей кожи да немножечко дополнять так ну да будут фантазийные потому что здесь же вокруг тоже будет дизайн все это нестандартное ну пока да нестандартная она у нас такая так что еще ну можно сюда тоже положить как в тени оттенок у меня здесь а ну зелененький сейчас его достану видите такой вот переходик плавный тенюшечек есть давайте сейчас я тоже такой достану вот этот цвет я люблю 126 он темный как темная зеленка какая-то вот ладун прям темный 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 такой как сейчас зеленые сердечки практически так это канни бельвайки очень недорогие многие с ними знакомы запилила все если широковато промажь еще раз финишем изнутри еще раз прищепка так просуши так так сюда зелененький добавляю такие будут радужные тени и мне надо сделать плавный переход я аккуратненько их смешиваю сейчас кажется это все достаточно таким ярким пятном вот эти тени но когда все будет объединено все будет очень очень даже интересно ой привет наилика рисую вашей гель краской двумя гель красками белый черный привет привет девчонки темно зеленый даже замру ну вот в кани прекрасные оттенки их много 126 126 разбелять можете получите любой цвет я буквально подфиксирую при ветер вот смотрите сейчас попробую на чем-нибудь светленьком нанести вот камера конечно искажает оттенок немножечко трудно ноготочки что мы делаем спасибо что мы делаем дальше я сейчас беру черную гель краску наилика вот эту которая в общем-то для литья подходит да новые ноготочки уже подотросли я очень люблю подмешивать гель краску в какие-то гель лаки потому что гель краска она обычно не течет и гель лак даже если бы какой-то тек то гель краска сразу же это предотвращает я сейчас беру коричневый наш оттенок который был и смешиваю его с черным я не очень люблю такие дизайны прорисовывать прям совсем черный могу даже вот зеленого чуть-чуть добавить то есть очень там фиолетовый пусть будет допустим но он не должен быть чисто черным чисто черным не оставляю первое что я делаю я люблю начинать прорисовку с глаз вот видите они у нас сейчас не какущие глаза я очень люблю прорисовывать глаз набираю прям совсем немножечко на кисточку вот прям совсем чуть-чуть у меня на кисточке и делаю такую подводку глазиком нашему и чтобы у нас глаза не были такими выпученными немножечко заходим на зрачок тень прокладываем более томный взгляд получается ну и с другой стороны точно так же вот реснички у нас тут уже сейчас будут появляться дальше аккуратненько обвожу сам глазик не зрачок радужку может вам не видно да преображается да уже начинает глаза появились глаза зеркала души вот немножечко нижнее веко тоже ну глазик это подчеркнем чтобы было поярче вот с одной стороны с другой вот здесь в углу глаза обязательно нужно поставить капелюшечку малюсенькую какого-нибудь розового оттенка потому что ой сейчас я вот так чтобы не убегать из кадра потому что у нас в уголках глаз всегда есть какая-то вот розовая такая капелька ну и сразу черненький зрачок он конечно может быть не видно но я его тут делаю там мы еще блики будем обязательно делать ну поставлю зрачок вот теперь глаза стали ярче всего буквально там несколько секунд подфиксирую прям очень быстро подфиксировала могу теперь прорисовать реснички подфиксируем поближе реснички можно длинные можно какие-то вообще фантазийные реснички а потом посмотрите если не успели я очень подробно здесь рассказываю что зачем как поэтапно мы это делаем практически сухой кистью я делаю вот эти вот реснички а вот нет не автопортрет нет с одной стороны и с другой мне всегда сложнее вот эту сторону с ресничками рисовать реснички нужно рисовать от века не к веку вот сюда а от него здесь чуть-чуть века нарисую тоже вот так красим глазки теперь буквально там пару розовеньких вот таких маленьких капелек ставлю в глазки по углам чтобы сделать их более живыми эти глазки и обязательно делаю яркие беленький беленькой гель краской делаю блики на глазах я люблю ставить два блика и один еще внизу вот так смотрите оно такое визуально такой более выпукленький глазик получается так здесь точно так же такие в глазах лучики вот мы еще губки будем прорисовывать там нарисуем тоже пару всех фиксируем теперь мне надо прорисовать бровки беру вот этот вот коричневый коричнево-черный которым я рисовала вот и могу еще коричневый сюда больше добавить вот и делаю что микроблейдинг нашей кукле такими маленькими штрихами делаем делаем бровки видите поярче все уже становится лицо ну как мы девочки красимся утречком да все себе накрасим тона щечки и вровки и глазки вот накрасила могу сейчас немножечко немножечко выделить носик чтобы было поярче его видно то заднее крыло носа тоже должно быть немножечко видно здесь еще тень проложу немножко вот сюда тенище проложил а внизу ресницы не нарисовала что ж оно у нас будет один глаз без ресниц да я вот тоже пытаюсь я просто не вижу вообще там я не висю девочки это вот дизайн посложнее потом я вам в дополнение к нему очень такой хороший салонный дизайн покажу обычно нос рисуют там две точки да вот я люблю такие более настоящие носики буквально там несколько секунд подфиксирую кто-то ругает у меня щеки начали гореть вообще так девочки пока мне подфиксируется я беру белую гель-краску небольшое количество и смешиваю все делайте наскловую немножко под углом как я вчера ставила вот так наскловую спасибо спасибо за приглашенных и смешиваю с вот этим нашим основным цветом лица вот вот с этим скучаете ну девчонки стараюсь вот с выставки вернулась видите у меня базовый курс поэтому я вот сейчас даже учебный процесс пытаюсь к вам прийти смотрите девочки я вот этим разбеленным цветом беру и на носике он самая выпуклая у нас часть ставлю блик и растягиваю любой дизайн у нас строится из света и тени и здесь считайте нужным еще блики поставить видите у нас уже носик вперед такой выходит ну ладно губы мы прорисуем здесь подбородок чуть-чуть могу тоже высветлить ну это ладно уже тут сейчас мы такое уж прям будем дюж великий портрет рисовать так у нас остается рот ну и остальное весь дизайн оставшийся и стеночка висит вот эта боковая на указательном с этой стороны бери пожалуйста видишь она кроме внести тут бери видишь тут успеваешь подглядывать за боковыми стенками и что да чтобы прорисовать рот конечно мы не берем черный контур нашей помаде потому что ну сами понимаете это будет не очень красиво я беру тоже такой же цвет которым прорисовывала все остальное и добавляю там фиолетовый оттенок немножечко поближе сейчас к вам вот так вот постараюсь прийти сейчас вот и начинаю прорабатывать сейчас фиолетовый начинаю прорабатывать ротик губки тень делаем и вот 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 так будет она у нас немножечко улыбаться такая милашечка это она вам девочки улыбается и теперь я еще вот этим вот цветом коричневым который мы делали обведу контур нашего лица ввожу кукляшку и могу точно так же немножечко этот контур растянуть и это сразу у нас как тень будет здравствуйте девочки кто только присоединился чуть-чуть растягиваю как тень получается гель красный гель лаками рисуем гель лаками я их тут намешивала я очень люблю колористику тоже все мешаю вот и также пользуюсь случаем хочу сказать что мы решили пригласить все юлю белей воронеж кто у нас будет здесь воронеже welcome девочка будет проводиться в курсе подробную информацию мы тоже все выведем такое вот лицо у нас получилось вот так же можно сделать малюсенькие блики на губках ну ладно хватит не буду больше вас мучить вот такая у нас кукла сейчас подфиксирую и дальше поехали делать дизайн для дизайна давайте то есть такие то есть сейчас дочке дочке извините Торец выравнивай, переворачивай эту трубку и вы торец. Торец выравнивай, давай. Все ноги, все ноги, все торцы пилим. Девочки, я сейчас беру, спасибо, что подождали, я беру сейчас радугу. Плоскую кисточку, такую, давно она у меня уже, и беру любой цвет, например, зеленый, на один кончик кисточки. Вот, на один кончик. Сейчас давайте я сразу все три дизайна буду отрисовывать. Так, а где френч? Ой, извините, извините. Вот у меня френч, я буду сейчас и на нем тоже сразу рисовать. Вот. Так, я беру и в технике плоской кисти растягиваю, такую вот волнушечку делаю. Вот. Где-то еще добавляю. Вот у меня сейчас особо нету дисперсии, ничего страшного. Ой, спасибо. Спасибо. Можно брать розовый цвет или топ. Вот. Встык, как делается френч гель лаком. Хорошо. Покажу. Обязательно. Так. Добавляю где-то цвет еще и отправляю просушиться немножечко. на просто типсочке целой. Вот здесь. Точно так же. Достаточно хаотично, достаточно хаотично раскидываю вот эти вот элементы. Видите, девочки, это очень просто. Если вы не можете там сразу растушевать, вот прям несколько раз вот так растушевываете. Видите, уже красивенько получается. Если мы ввели цвет где-то в одном месте, обязательно его добавляем в другом месте. Так я вам и показываю сейчас, как я делаю этот дизайн. Прям именно его и показываю. Вот смотрите внимательно. Поэтапно вам все показываю. Фиксирую. И на френчике тоже. Пропустили лицо? Не страшно. Мы потом сохраним запись и вы можете без проблем посмотреть это все в записи. Смотрите. Я этот дизайн не буду удалять. Вот. Добавили. Вот этот как на правой делали, так Ольге Бессоновой добавляйтесь и она вам покажет. Дальше я беру фиолетовый цвет. Вот. А это я взяла маджентовый. Ну пусть будет маджентовый. Добавляю таким же образом его. Подумайте какие у вас гель-лаки могут сочетаться. Вот. Обратите внимание, это такие гель-лаки, которые обычно у мастеров не очень-то ходовые, потому что они полупрозрачные. Для вот этих техник это вообще самое то. Вот. 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 Добавила, да? Фиксирую в лампе. Здесь также добавляю на френче где-то вот этот оттеночек. Вот. Видите? Это достаточно просто. Вот. Воской кисточкой мазнула и все. И здесь точно также добавляем. Сиреневый. Нет, он не витражный. Обычный гель-лак, но все гель-лаки на прозрачной основе. Знаете, есть такие не очень укрывистые у клиента на ногтях. Вот. Их приходится в два-три слоя порой наносить. И вот как раз мы можем их использовать для этой прекрасной техники. Дальше. Так. Вот этот. Вот этот. У меня остается фиолетовый и желтый. Можно с топом. Да. У меня Каню. У меня Каню очень простые, дешевые гель-лаки. Беру фиолетовый. Добавляю прям в чистом виде фиолетовый. Пропустила последнее сообщение. Не увидела. Вот. Добавила фиолетовый. Вот таким образом. И теперь его отправляю в лампу. Видите, у нас тут волосы не волосы, а все такое получается типа волосы. Добавляю. Самое сложное было там, да, нарисовать лицо. Остальное все легкотня. Добавляю еще фиолетовый. Ну, хотите два оттенка гель-лака используйте, хотите несколько. Я вот видите, три использую. А вот. И здесь на френче тоже. Некоторые считают, что на френче там невозможно что-то поместить. Вообще, очень офигенно все возможно. Вот. Добавила. Поместила все. И последний мой гель-лак, который я буду использовать в данном дизайне, это желтенький. Он нам даст немножечко весны и солнца. Можно промежуточки заполнить. Можно его просто вот прям покрасить. Я даже не плоской кистью, ну, как бы просто его наношу. Видите, он такую классную радужность нам придает. Вот. Поправляйте, девочки, линию волоса, если кому-то вдруг там надо. Поправили. Ну, я уже скоро заканчиваю. Подождите, мне прям совсем чуть-чуть. Фирма Кани. Так. А? У меня что я делаю? Смотрите, конечно. Мои девчонки пилились, ждут меня. И вот они сейчас с нами. Вот видите, что мы использовали в мейке для нашей девочки. Мы добавляем это все в фон. Практически белого-то и не осталось. Вот. Сейчас желтенького добавила еще где-то. Все. Теперь у меня остается только прорисовка. Так я делаю прорисовку. Я беру тонкую кисточку. Беру или черную гель-краску смешиваю с зеленым или с фиолетовым. Но тоже не в чистом виде черным. Кисть кошная. Да, вот эта была кисть кошная. Да. Вот. У меня здесь вот эти два смешаю. Побольше сейчас намешаю. Ну, короче, все, что есть у меня на палитре, я смешиваю. Вот и все. Чтобы мне на все хватило. Вот так вот. Прямо-прямо. Общий. Общий замес. Делаю. И теперь начинаю прорисовывать все это наше безобразие. Могу сделать рамку. Я сейчас, наверное, сделаю рамку. Каждую вот эту вот линию. Ну, какая нравится, я выделяю. Вот. Выделила. Причем не очень тонко мы это делаем, девочки. Нам надо прям потолще все это сделать. Потому что тонкие потом не видны линии. И вот большой кусок у меня беру и делаю здесь вот такой вензелечек. Могу его еще больше закрутить и где-то сделать вот таким неровным. где-то линию могу тоже вот так вот коряво уплотнить. Мы не можем оставить один вензелечек, который у нас есть. Нам надо добавить где-то еще. Вот. Видно, еще добавила. Так. Чем больше вы этих линий подчеркнете, тем более у вас яркий дизайн получится. Ну, я сейчас яркости не боюсь. Нам же надо, чтобы было все совсем по-весеннему. Да. И делаю рамку. Вот только единственное, что я беру не черный. Акварель не любит совсем черных оттенков. Потому что они более грубо начинают смотреться с акварельными техниками. Да, да. Я показываю как раз дизайн, который сделал на моих ногтях. Я делала на коротких ногтях клиенту. И вот девочки попросили сделать тоже. Вот. Это я сделала здесь. Видите? Ничего сложного. Пару вензелек всего. И теперь отправляю в лампу. Здесь на френче я делаю то же самое. Сейчас у меня уже прямо... Я думаю, 5 минут, и мы заканчиваем. А, это Катюша наша. Могу подчеркнуть улыбочку, да, чтобы было... Ярко. Если у нас кривая улыбка получилась, ну и ладно. А вот это, мне кажется, очень красиво. Мы делаем еще кривее. Также красивее. Делаем какой-то вензелечек здесь. Сюда выводим. Мы тоже. Если мы сделали один минзелек, у нас не может быть. Да, вообще не все в проблем. Точечки. Например. А, слушайте, я сюда желтый не добавила, да. Но я буду еще добавлять. Обязательно. Добавлю сюда желтый. Так, почему у нас там будет такой одинокий. Любой дизайн можно сделать вот в зоне Френча. И будет все точно так же и раз чудесно. Хоть и многие боятся. Мы, по-моему, это отдельные курсы арт-френча. Вот. Вот таким образом мы сделали. Хотите еще лунку сюда такую же прорисуйте. Будет очень красиво. Ну, потерпите чуть-чуть. Сейчас я уже закончу скоро. Может, их внутри намазать вверх. Мы еще раз засунули с прищепками. Сейчас, сейчас. Может быть, они сверху не допилены. Не знаю. Что за памятник? Я не помню. Ты знаешь, сидит. Самая умная, да. Там будет подсказывать, что ты делаешь. Ну, и здесь, девчонки, точно так же я делаю, да. В нашей вот этой девочке. Это чеснок. Что? Это чеснок. Это чеснок. Так. Да. Одежда. Да. Вот видите, мы тут что-то смеемся. У нас есть мастер с фиолетовыми волосами сейчас ходит. А? С синими. С синими. Синими фиолетовыми. Синими фиолетовыми. Ну, прям вот, да. Что-то в ней такое есть. Не от мира всего. Тоже добавляем где-то вензеля. Можно, как это типа волосы, какие-то еще такие волнистые линии вывести. Я смешала гель-краску черную неликом. Ну, любую, какая у вас есть. И гель-лаки. Все, какие были на палитре, все сюда. Вот. Таким вот образом обвожу. Можете не все там обводить. Я люблю рамки. Я обязательно обведу. Для меня рамочка это такой, ну, в данном случае, полностью законченный вариант дизайна. Вот. Так. Вот видите, дизайн у нас будет завершен. Сейчас рамочку доделаем. Все красивенько. Я еще, конечно, страс добавлю. Они здесь потребуются. Ну, да. Сами придумываем. Что тут придумывать-то? Бери, да. Рисуй. Если что-то вам там кажется не очень где-то, можно подрисовать еще. Вот. Сейчас вот эта зона перетягивает на себя внимание, нежели лицо, потому что лицо более такое тонкое, нежное. Но мы это чуть-чуть исправим все. Привет. Привет, моя звезда. Вот. Что у нас получается. Девочки, если вам слишком ярковато, то мы еще можем сделать белым, кое-где, ну, как бликовочку такое, бликовочку. Ну, возможно, вы остановитесь, если будете рисовать подобный дизайн, когда вам захочется. Вот. Вот сюда я могу поставить точечки. Ну, как-то они сюда попросились. Вот. Знаю, что такое восточное получается. Так. Здесь фиксировала. Здесь, да, тоже чуть-чуть беленькое. Стразы креплю, значит. Сейчас вообще на базу Коди. Вот у меня все стразы сидят. Видите, нету нигде вокруг ничего. Прям даже на посыпушечке. Сейчас я это вам все покажу. Ну, сейчас я просто на ток прикреплю, потому что тут типсочки. В принципе, я не буду дополнительно приносить базу. А так или на базу Гелиш Фундейшн, или на Белберклер от Виволь, или на базу Коди. Так, вот он мой белый френч. И чуть-чуть добавлю. Уже не белый, да, френч? Добавлю желтенького. Я пропала, девочки? Или вы тут? Вы тут. Хорошо. Спасибо. Тут. Хорошо. Я просто думала, вдруг мы там подвисли, зависли. Итак. Тут. Хорошо. Девчонки. Спасибо. Тут у нас тоже дисперсии нет. Все. Последние у меня штрихи остаются. Смотрите. Я сейчас гель-красочку. Вот я, Неллика, гель-краской работала. Белой. Очень плотной. Крывистой, да. Я сейчас там тоже у меня подфиксируется. И пока я все это делаю, я перекрываю топом без липкости. Спасибо. Топом без липкости покрываю лицо, чтобы у меня на лицо потом не прилипли все мои посыпушки. Вот таким прям образом в центре покрываю. Можете взять гель-лаковый. Я сейчас гелевый. В принципе, хорошо у нас держится на гель-лаках. И полимеризую в лампе. Вот. В это же время, пока там у меня идет полимеризация, я покрываю полностью весь ноготь финишем. Таким вы там привыкли работать любым. С липкостью, без липкости, как хотите. Финишем. Здесь я покрою только зону фрейнчика. Только зону фрейнчика покрываю. И буду присыпать акриловой пудрой с блестками. Вы видели уже мои дизайны с посыпушками. Здесь не покрыла, да покрываю. Вот. Ну, так уже ярко. Но я бы, если бы так хотела оставить без посыпушек, я бы, конечно, сделала линии более тонкие. Так как у меня сейчас такие полстые линии, я их делала специально, я сейчас беру гипсочку, посыпушечки и присыпаю откуда в ней блестки. Я их туда насыпала. Взяла прозрачную пудру акриловую, супер мелкий глиттер прозрачный и мерцающий. И вот так вот один к одному их смешала. И посыпаю. Вот. Видите, совсем все по-другому стало смотреться. И сейчас я отправляю этот ноготь к лампу. Спасибо. И этот ноготь тоже посыпаю. Совсем другой эффект получается. Соотношение один к одному. Но пудры может быть чуть-чуть больше. Я на сайте вот здесь вот у меня висят дизайны тоже. Три вида посыпушек. Ну подтираются. Ну как, вот смотрите. Вот я ношу ногти. Вот. Они все равно все блестят. Они не царапаются. Я даже клиенту вчера их чуть-чуть шлипанула баффиком, чтобы не совсем не цеплялись. Вот. Получается совсем вот другой эффект. Видите, более такой, не знаю, какой-то прям сахарный. Очень интересный такой вариантец получается. Мерцает, да. Но блестки сами по себе не носятся. Вот здесь, девочки. Так как я лицо покрыла топом без дисперсии. Сейчас я проверю все, девочки. Подождите. Ты это, не тиран человека. Не тиран. Вот. Я сейчас покрываю все, что не на нашем лице топом без липкости. Ой, можно с липкостью? Что я вру. Но я покрываю топом без липкости. Не спорю. Вот, покрыла. И тоже буду делать вот присыпочку нашу. К лицу ничего у нас не прилипнет. Ну, хотя сейчас кажется, что тоже налипло, да. Тогда сотрется, ничего не прилипнет. Все. Посыпочку убираю в сторону. Вот. И отправляю в лампу. Так. Мне нужна сметка. Я сейчас с медкой поработаю. Вот. С медкой смахиваю все. Это акрилая пудра, да. С блестками смешанная. Можно побафить немножко шлифовщиком. Вот. Да. Нужно взять вот такую вот жесткую щетку. Ну, вот. Пожалуйста. Так. Где он у нас френчинг? Тут. Что тут все? Тебе люди носить себе не будут. Вот. Убираю. Блестки самые мелкие и прозрачные, да. Их три вида. Вот у нас сейчас. Вот. Вот дизайн, да. Их как самостоятельные прекрасно использовать. Вот. И последний тоже сейчас у меня чуть-чуть досыхает. Пока у меня сохнет тот дизайн, я достану еще немножечко стразиков Сваровски. Они бывают разного размера. Ну, это вы все и так без меня знаете, я думаю. Я возьму парочку. Да. На топ, на топ, девочки, сыпала все. На топ. Все прекрасно носится уже и по себе. И вот видите, хожу сколько. И клиенты тоже. Все прекрасно. Беру сейчас цветные стразы Сваровски. Я единственное, что сейчас не буду брать вазу Кодия. Возьму топ, который у нас, ну как, чуть-чуть пачкается. Я жидкостью для снятия протирала их периодически. Вполне себе ничего. Вот. На Виволевский топ сейчас сажаю. Вот. И вот наше личико. Я сейчас смахну. Лицо вот у нас остается глянцевое. Видно? Вот такое. И теперь буду сажать стразики. Самое такое большее количество страз я сажаю на голове нашей вот этой куклы. На меня да нет. Не похоже. Яркие стразы выбираем. Смотрите, они прямо начинают играть очень красиво. Вот. Какие-то такие мультики. Ну, у меня тут и синие, и зеленые, и всякие разные. Какие-нибудь от висни. Ну, бывает, да. Зависает. Так. Ну, какие у меня тут еще есть. Там стразы высыпались. Вот розовая высыпалась. Ну, тоже иди сюда. Да. Хотите бульонки? У меня вот здесь вот еще дополнено кристаллпиксами. Я думаю, вы уже знаете, что это такое. Кристаллпикси от Сваровски. Вот. Я вот таким образом это все здесь прилепила. Ну, и сюда я тоже, конечно же, посажу пару стразиков. Можно было бы вот в эти штуки посадить. Вот сюда. Крупные не буду сажать. Вот небольшие мультики. Красивенько. Да. Спасибо. Красивенько. Мне тоже очень нравится. Вот видите, даже сама хожу с этим совсем добром. Сейчас я сажаю на топ от Виволь. Но говорят, что он тоже очень круто держит стразы. Вот. Я пока вот сейчас на типс у меня под рукой. Акрион. И так же 2 минутки 30 секунд. От топа зависит. Вот. Можете подольше посушить, если вы сомневаетесь. Вот. Ну, и сажаете куда вот вам хочется здесь тоже. Можете их как-то кучковать. Можете их по отдельности распределить. Держится все очень хорошо. Поверьте, я вот прям сверху сажала и ношу прекрасно сейчас. где нету никакого эффекта. Ну, там я, конечно, тоже пользуюсь в жизни всякими жесткими там, не знаю, вещами. Ничего не отрывается, ничего не цепляется. Все у нас прекрасно вот носится, держится. Все, девочки, не буду больше сажать. Я так вот вам смысл передаю. Потому что она уже не хочет цепляться. И вот. Все. Сейчас буквально пару секунд подфиксирую. И пойдем покажу все вам дизайны. На своих прекрасно держится. На все то же самое. Абсолютно. Никакой разницы нет. Вот я сейчас достаю все наши три типсочки. Все три. Запись останется. Пересмотрите, если кому-то интересно. Вот такие у нас три типсы получились. Три дизайна, которые сделаны по моим ногтям. Другая девочка немножечко, да. Но, вы видите, вот все просто. Даже френч у вас тут еще получился. Вот. Вот. Поэтому пробуйте, пожалуйста. Я на коротких ногтях уже делала. У меня в инстаграме, вконтакте, всюду висит все. Добавляйтесь ко мне, пожалуйста. Тут за блестками засыпала. Ой-ой. Вот. Спасибо. Очень красиво. Спасибо, мастер-класс. Ну, девчонки, кто будет пробовать, буду вам благодарна. Присылайте свои фотографии. И, пожалуйста, давайте будем общаться. Пишите, что вам будет интересно. Другие какие-то дизайны. Если вдруг что-то... Давайте вот так выходи еще. Ну, да. Пишите, что вам интересно. Буду выходить. Буду вам все показывать. Ну, все. На этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...